Доработка картины светлого будущего на Уэлл-стрит в понедельник не удалась. Несмотря на то, что базовые индексы завершили торги ростом, в нем не было никаких признаков уверенности. Во вторник любви к риску на рынке было еще меньше. Валютный и сырьевой рынок ярко реагируют на свежие триггеры, фондовая Америка умеренно пессимистична. Что происходит и с какими торговыми перспективами подходим к открытию бирж, знают аналитики группы компаний Инстафорекс. Это свежий обзор рынка США. Приветствую вас, уважаемые трейдеры! Как мы уже отмечали, американские фондовые индексы смогли прибавить в понедельник скромные 1,1,3% в весе. При этом эталон S&P 500 так и не вышел из нашего прогнозного диапазона. Индекс за сессию прибавил 7,18%, поднявшись до уровня в 4365 пунктов. Предрыночные торги вторника биржевые топы провели преимущественно в красной зоне. Фьючерсы на индексы торговались ниже на 0,01,12%, намекая на минорное открытие торгов. И что касается торговых перспектив S&P, то наш базовый сценарий предполагает дальнейшее движение в границах значений 4340 и 4376 пунктов. Наиболее оптимистичный прогноз выглядит как рост до уровня в 4398 пунктов, а пессимистичный сценарий ожидает снижения к уровню в 4310 пунктов. После внушительного роста на прошлой неделе фондовая Америка растеряла свой импульс. Несмотря на шестой рост подряд индексов DOE и S&P и седьмой рост подряд индекса NASDAQ, настроение на Уолл-стрит стало более тревожным. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари развеял надежды на скорое снижение ставок поздно вечером в понедельник, заявив, что Центральному банку США, вероятно, предстоит еще много работы по контролю над инфляцией. Ястребиный политик указал на то, что нынешних признаков замедления ценового давления мало и вернул на рынок вероятность еще одного повышения ставки до конца этого года. В свою очередь, Лиза Кук заявила, что она надеется, что текущая целевая процентная ставка Центрального банка достаточно для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. При этом ежеквартальный опрос кредитных специалистов ФРС поздно вечером в понедельник показал, что банки ужесточили стандарты кредитования для бизнеса и домохозяйств в третьем квартале, а спрос на кредиты в целом упал. Дополнительное давление на акции оказало доходность эталона десятилетних казначейских облигаций, которая восстановилась до уровня в 4 668% в понедельник с пяти недельного минимума в пятницу. Отметим, что на этой неделе пройдет ряд аукционов по казначейским облигациям на сумму около 112 млрд долларов. И уже во вторник облигации снова отступили, но фьючерсы на фондовые индексы уже заразились минорным настроением. Оптимизм по поводу потенциального снижения ставок ФРС в следующем году угас, а напряжение в ожидании дальнейших комментариев представителей Центрального банка возросло. В свете комментариев, прозвучавших в понедельник, участники рынка будут внимательно анализировать комментарии уже Кристофера Уоллера и президента Джона Уильямса, чтобы получить дополнительные сведения о траектории процентных ставок Центрального банка США. Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла привлекут внимание уже завтра, в среду. Кроме того, сегодня макроэкономические данные показали, что в сентябре торговый дефицит Соединенных Штатов увеличился до 61,5 млрд долларов. Это выше пересмотренного в сторону повышения дефицита в 58,7 млрд долларов, который был зафиксирован в августе, и также рыночных прогнозов. Аналитики ожидали дефицит в размере 59,9 млрд долларов. Сезон корпоративных отчетов вступил в свою последнюю стадию, и большинство компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали результаты за третий квартал. eBay входит в число тех, кто планирует опубликовать свои результаты поздно вечером во вторник. Давление на индексы сегодня оказывает энергетический сектор. Акции нефтяных компаний, в том числе XenMobil, Chevron и Accidental Petroleum, все они упали на предрызочных торгах, падение составляло от 0,8% до 1%, и все это из-за снижения цен на сырую нефть. Среди отдельных компаний Intel выросло на 0,6% на фоне того, что производитель микросхем является ведущим кандидатом, который, вероятно, получит миллиарды долларов государственного финансирования для защиты объектов оборонного производства. На валютном рынке индекс доллара смог отыграть часть падения прошлой недели. Неоднозначные комментарии спикеров Федрезерва и сомнения в отношении будущего денежно-инкредитной политики, которые они посеяли, поддержали котировку индекса USDX. В результате к открытию торгов в Соединенных Штатах индекс доллара подошел выше 0,4%. Индекс, который демонстрирует силу доллара по отношению к корзине и шести других мировых валют, достиг значения 105,65 пункта. А что касается прогноза на торги, то он очерчен в границах 105,20-105,80. Доллар растет, как и сомнения в том, что Федеральная резервная система закончила повышать процентные ставки. Данные индекса потребительских цен на следующей неделе будут играть решающую роль. Ну а пока рынку придется довольствоваться лишь намеками и комментариями спикеров Федрезерва. Кроме того, экономическая слабость еврозоны и ведущих экономик продолжает контрастировать с данными по экономике в Соединенных Штатах, при этом давая доллару лишь нарастить свои позиции. Так что в краткосрочной перспективе доллар все еще может стать несколько слабее, но для этого нужно больше данных. Что касается канадского доллара, то луни сегодня снова оказался в заложниках растущего доллара и падающих нефтяных котировок. В результате к открытию торгов пара USDCAD выросла на 0,45%, до отметки 1,3758. Что касается перспектив на торги, то они отчерчены в границах 1,3720-1,3810. На криптовалютном рынке противостояние быков и медведей продолжается. Без явных триггеров и тренда активы испытывают на прочность границы торговых диапазонов, но общее настроение сегодня минорное. К открытию торгов в Соединенных Штатах биткоин подошел вблизи значения 34 750 долларов. Что касается прогноза на торги, то быки пока довольно успешно удерживают высоту у отметки 34 700 долларов, не давая активу соскользнуть ниже. Если же значение в 34 600 долларов все же не устоит под натиском, то цифровое золото отправится на ретест уровня в 34 100 долларов. Альтернативный сценарий выглядит как повторный тест высоты 34 900 долларов с целью 35 100. В